Ария Ария Сосаниды 226-651 годы н.э. Зороастризм Особый характер этой цивилизации, отличный от традиционного для ариев общества, придала религиозно-мировоззренческая система – зороастризм. Она обязана своим возникновением Зоратуштри или в европейской традиции – зороастру. Жизнь этого религиозного проповедника и реформатора приходилась, по различным данным историков, на XII-XVI века до н.э. Зоратуштри был знатного происхождения, уже при рождении обнаружил удивительные способности. Он не плакал, как обычные младенцы, а смеялся. В семь лет он изумлял взрослых редкой мудростью. Согласно легендарному преданию, он оказался одним из четырех людей, выжившим в сок священного растения Хаомы. Затем он посетил подземное царство, подвергся искушениям царя преисподней Ахримана, пытавшегося соблазнить его властью, богатством и бессмертием. Выдержал искушения, поднялся в небесное царство, предстал перед Ахуром Аздой, верховным божеством Ариев, задал ему вопросы и получил исчерпывающие ответы. После этого Зоратуштри обрел сверхспособности подниматься в воздух, становиться светящимся, ходить по воде, понимать любой язык, предвидеть будущее и прочее. Зоратуштри стал проповедовать новое учение. Миропорядок, учил он, зависит от свободного выбора человека между добром и злом. Дабы в мире установились справедливость и добро, человек должен следовать трем моральным заповедям – благим мыслям, благим словам и благим делам. Зоратуштри осуждал жертвоприношения, сожжения животных и людей, широко распространенные у Ариев, отвергал кочевой образ жизни. Он признавал единственного бога, Ахурамазду, создавшего мир своей мыслью, допускал единственную жертву – возлияние в огонь молока, смешанного соком хаомы. Он предсказывал конец света, страшный суд и спасение со вторым своим пришествием. Зоратуштри какое-то время пользовался покровительством шаха Виштаспы, однако закончил жизнь трагически. Он был принесен в жертву Ариеве. Утверждение зороастризма, как общей иранской религии, прошло длительный путь. Ученики Зоратуштри записывали проповеди учителя, на основе которых позднее была составлена авеста – священное писание зороастризма. В III веке н.э. был создан сакральный авестийский алфавит, на котором была осуществлена последняя редакция Авесты. Окончательный канонический вид этот священный текст приобрел к VI веку. В III веке н.э. зороастризм приобрел статус государственной религии, оказав значительное воздействие на усиление централизованной власти шаха, на объединение обособленных иранских земель в одно политическое и правовое пространство. Продолжение следует...